Добрый день, уважаемые! Я очень рада сегодняшней встрече. И мы продолжим разговор, начатый еще на июньском вебинаре о детской художественной литературе, поскольку этот вебинар вызвал широкий отклик. И поэтому сегодня мы с вами продолжаем разговор на очень интересную тему детская художественная литература как средство духовно-нравственного воспитания ребенка. Я очень надеюсь, что вы со мной будете коммуницировать на протяжении всего вебинара, уважаемые коллеги. Где-то я буду задавать вопросы, где-то мы с вами будем вместе размышлять и находить ответы. И если появятся вопросы, конечно же, их пишите и задавайте. И в конце вебинара я на них с удовольствием отвечу. Итак, давайте начнем наш с вами виртуальный мультилог. Уважаемые коллеги, сейчас мы очень много говорим о функциональной грамотности. Вы, наверное, со мной согласитесь, по читательской грамотности. Что же это такое, читательская грамотность? У каждого, наверное, есть свое представление, свой ответ. Ну вот дается такое традиционное определение. Читательская грамотность — это способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности участвовать в социальной жизни. Иными словами, читательская грамотность — это умение человека на протяжении всей жизни использовать печатные тексты в бытовых и производственных целях. Конечно, это необходимый навык в современном мире для того, чтобы дальше развиваться, для того, чтобы не останавливаться на месте, для того, чтобы идти в ногу со временем. Мы должны с вами осваивать вот эти навыки функциональной грамотности, это более широкую глобальную грамотность, ну и, конечно же, если уже говорить по литературе, о чтении читательской грамотности. Безусловно. Но вот такой вопрос мне хочется вам задать, уважаемые коллеги. Почему важно не просто читать, а читать художественную литературу? Читаем-то мы с вами на самом деле очень много. Мы обращаемся к различным ресурсам, очень много информации слышим, и очень много читаем, и сообщения в мессенджерах, и сообщения в интернете. И у нас очень много такой широких чтений. Достаточно объемный. Но почему важно не просто читать, а читать художественную литературу? Как вы думаете, уважаемые коллеги? Свои вот такие размышления, пожалуйста, пишите в чате, чтобы вы видели, как вы думаете, как вы рассуждаете на эту тему. Жду ваши ответы. Так, ну пока они у нас идут, может быть, пока вы размышляете, хочется обратной реакции, конечно, коллеги. Так, запас. Развивает речь словарный запас. Ну, словарный... Да, хорошо. Развивает речь словарный запас, но мы это можем и развивать, читая научный текст, читая какой-то даже документ официально деловой, или просто информацию в СМИ. Вот так. Так, хорошо, вижу. Внимание, да? Внимание. Так, вчера так, так, так. Чтобы не было неприятных сюрпризов в жизни. Так, так, вот, вот. Вот уже начали рассуждать. Хорошо. Если говорить о стилях речи, то литературно-художественный стиль, он все вмещает в себя абсолютно. Все пласты лексики, и он включает в себя особенности разных стилей, стилистическую окраску лексики, все туда включает, потому что художественный текст, у него совершенно иные функции. Ну вот, хорошо, здесь уже я вижу, некоторые суждения, так почему же важно не просто читать, да, не просто читать, а читать именно художественную литературу. У нас же есть и научная литература, и публицистическая, да. Хорошо. Вот. И давайте мы с вами ответим на этот вопрос. Дело в том, что очень важно читать художественную литературу в любом возрасте абсолютно, потому что художественная литература — это вид искусства, использующий в качестве единственного материала слова и конструкции естественного языка. То есть художественная литература — это вид искусства, а значит, он выполняет эстетическую функцию, несёт какую-то красоту, да, через слово, создаёт образы, воздействует на наши эмоции, воспитывает таким образом эмоциональный интеллект, воздействует на наши чувства, формирует у нас различные ассоциации, ассоциативное мышление таким образом, да, формируется. И эстетика человеку просто необходима. Почему? Потому что мы должны быть какими? Глубоко духовными. Духовность, если она есть в обществе, то общество существует, правильно развивается, да. То есть это и внимание к слову, это и культура, и самое главное, вот мы говорим духовно-нравственное воспитание, как раз-таки художественная литература, она воспитывает и душу, и воспитывает нравственность и мораль. И ключевое слово здесь — воспитание. А наша аудитория сегодняшняя, она преимущественна, да, это всё-таки воспитатели, это учителя, педагоги. То есть основная всё-таки наша миссия — это воспитывать. И воспитывать мы должны и себя, и наших детей через слово. Поэтому человек, читающий, конечно же, он глубоко духовный, культурный и нравственный, потому что все эти ценности есть в художественной литературе. Да, сейчас я вижу, предваряете как раз-таки, мы с вами общаемся, да, прекрасно. Вот здесь уже вижу в чате реакцию. Замечательно, спасибо. Это сейчас мы тоже обсудим. Вот, а теперь человек должен читать, как я уже сказала, на протяжении всей своей жизни. И мы к этому ещё в конце вебинара вернёмся. Почему? Потому что, вот почему академики, они очень долго живут? Потому что мозг у нас очень, он богатый, да, там много функций, нужно его задействовать. Когда мы читаем, мы думаем, мы размышляем, мы погружаемся. Мы вот это слово, если мы русскую литературу читаем, да, мы погружаемся в мир русского слова, да, да, может, какой-то перевод читаем, сопоставляем со своим языком, да, то есть тут вариантов очень много. Это развитие. И мы не даём мозгу стареть, а значит, мы не даём стареть себе. То есть это очень важно. И вот дальше, как раз-таки, в чате я вижу такую реакцию и задаю вам вопрос, уважаемые коллеги. Что мешает чтению детям? То есть почему мы не читаем детям или мало им читаем? И что мешает чтению детей? Уже в начальной школе, например, кто-то в дошкольном возрасте, да, читает. Ну вот что мешает чтению детей? И дальше уже. Вот мы, первые ответы, я здесь не случайно их вынесла уже на слайд, и вы абсолютно правильно здесь пишете, да. То есть техногенный фактор. Это телевидение, это хорошо, это компьютеры, да, всё мы это здесь видим. В первую очередь, то есть это мешает. Ещё давайте вместе подумаем. Проще посмотреть фильм и прочитать аннотацию. Мы тоже это сегодня обсудим. Ага, так. Хорошо, вижу реакцию. Спасибо. Продолжаем обсуждение. Так вот, в настоящее время семейное чтение, как вид досуговой деятельности, утрачивает популярность. Причины, конечно же, мы развиваемся, общество развивается, безусловно. Это доступность, простота аудиовизуального контента, то есть телевидение, интернет, влияет на организацию досуга подрастающего поколения, которое даёт предпочтение, конечно же, мозаичности, скорости потребления информации, в противовес вдумчивому, вдумчивому, неторопливому знакомству с мировой художественной литературой. То есть, посмотрите, вот эта динамика, она вызывает торопливость, да? А когда мы читаем художественную литературу, мы должны читать вдумчиво, погружаясь в эпоху, погружаясь в контекст, погружаясь в то, что делают герои, да, и так далее. И когда ты уже научился это делать, а это не такой простой процесс, здесь, конечно же, открываются, ну, большие горизонты. Но этому нужно учиться, читать художественную литературу. Это не просто информативный текст, это не просто та информация, которую мы прочитали в интернете и тут же забыли. Вот, клиповость мышления, не случайно сейчас это есть, да, у современного поколения, вы со мной согласитесь. Ну, и еще много факторов, почему это происходит, почему семейное чтение, оно утрачивает популярность. Вот второй фактор, например, это изменение структурно-ролевых характеристик семьи, рост числа неполных семей, отдельное проживание старших членов семьи и молодых родителей с детьми, демократизация отношений взрослых и детей и многие другие причины. То есть родители заняты, потому что они работают и зарабатывают на хлеб насущие. То есть вопросов на самом деле много и проблем много, но самый главный вопрос, кого мы хотим воспитать и какое общество мы хотим видеть и какую роль здесь играет, какую роль играет здесь семья и играет художественная литература. Вот эти вопросы мы должны задавать себе, как родители и как педагоги, да, как воспитатели. Это очень важно. Идем дальше. Еще давайте немножечко порассуждаем, понаблюдаем, да, коллеги. Традиции семейного чтения в России берут свое начало от книжной культуры, которая сформировалась еще в дворянских семьях во второй половине 18-го, начале 19-го века. В качестве общесемейного досуга выступало чтение в слов, когда старшие члены семьи тщательно, отбирая художественный материал, знакомили детей с поэтическими и прозаическими произведениями зарубежных и отечественных авторов, прививая подрастающему поколению любовь к чтению, расширяя кругозор и образовывая детей. Чтение сопровождалось и последующим совместным обсуждением, которое способствовало общению и объединению семьи. То есть что происходит? Когда у нас в руках книга, красивая книга, сейчас очень много достойных книг, которые привлекают наше внимание, которые хочется листать, да, вот эти традиции мы не должны терять, мы должны их возрождать и сохранять. Это очень важно. Каждая из нас должна об этом задумываться. Я вот постараюсь красной нитью через весь вебинар вот эту мысль вести. Мы с вами, я думаю, это понимаем, это очень важно для того, чтобы наше общество все-таки осталось высоко духовным и нравственным. Потому что, посмотрите, да, здесь я выделила, именно книга формирует семейные ценности. Это доброта, это милосердие, это любовь, патриотизм, благородство. Это во-первых. А во-вторых, когда мы все собираемся за круглым столом, когда мы держим в руках красивую книгу, когда мы что-то читаем и то, что нам интересно, мы обсуждаем. У каждого есть, во-первых, мы устную речь формируем, да, у каждого есть что сказать, свои мысли какие-то складываются по этому поводу. Конечно, это способствует объединению семьи. Конечно же, все правильно вы пишете. Да, подражание, к этому мы придем, конечно. То есть все начинается из семьи. И это все формируется до пяти лет. Потом идет только корректировка. То есть когда ребенок приходит в школу, уже основы заложены и закладываются они в семье и в детском саду. Да, там мы еще что-то можем корректировать. Итак, далее идем. Со временем во многих семьях сформировались целые библиотеки для семейного чтения, куда входили не только художественные произведения, но и начавшие издаваться в этот период журналы для чтения в кругу семьи. В процессе зарождения и развития журналов для семейного чтения можно выделить три периода. Первый период дореволюционный, второй период от становления советского государства до распада СССР, и третий период современной России. Но если вы вспоминаете свое детство, наверное, в каждой семье выписывался этот журнал, и ребенок его ждал, и ребенок его читал. К сожалению, сейчас и эта тоже культура обращения к журналам, чтения журналов, она как-то у нас, к сожалению, тоже уходит. Мы теряем здесь, теряем, да. Например, журнал «День и ночь», «Православная радуга», «Саша и Даша», «Задушевная беседа», но не такого больше религиозного, духовного содержания. А вот, допустим, «Читайка» — это журнал, кстати, вот если есть возможность, можете даже сейчас открыть, посмотреть в интернете, «Что это за журнал, если вы с вами не знакомы?», «Читайка», у меня журнал достаточно интересный, к нему тоже можно обращаться. То есть рекомендовать, то есть проходят родительские собрания, об этом нужно говорить с родителями. И почему это нужно делать, доносить эти мысли обязательно, потому что не каждый, к сожалению, родитель. Так, ага. Вот, хорошо. Вот есть такое, да, замечательно, спасибо. Я читаю ваши комментарии, замечательно, мне очень нравится наш мультилог. Так вот, уважаемые коллеги, главный редактор журнала «Читайка» Жукова, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, автор проекта родительское собрание по детскому чтению, обозначает проблему утраты традиций чтения в семье следующим образом, и я с ней полностью согласна. Нас практически никто не учит, как быть родителями. Больших семей, где рядом живут два-три поколения, почти нет. Институт естественной передачи культуры и традиций семейной жизни, клана, фамилии почти утрачен. То же касается чтения. Дедушки на библиотеку у дедушки, каждая молодая семья должна снова собирать библиотеку и опыт чтения. То есть есть вот такие социальные проблемы, да, но они решаем. Главное, чтобы у нас было понимание и желание сохранить эти традиции, потому что это очень важно. Как же привить детям интерес к чтению, да, вот в современном мире, в настоящее время? Как же привить интерес к... Я такой вопрос задаю вам, коллеги, и я думаю, у вас есть какие-то определенные рассуждения, размышления по этому поводу. Что конкретно делаете вы, как родители, да, чтобы привить интерес, вот самое ключевое слово, интерес к чтению, да, не просто заставить читать, да, а интерес, чтобы ребенок интересовался чтением. Что вы делаете, как воспитатели, как педагоги, чтобы все-таки дети наши читали? Так, хорошо. Нравилось слушать. Но когда мы слушаем художественную литературу, то есть есть у нас визуальное восприятие, слуховое, кто-то слушает, сейчас тоже есть аудиокниги прекрасных художественных, это тоже можно делать, это тоже хорошо. Мы обращаемся к художественному слову, и значит, у нас мысль работает по-другому, и мы становимся другими, и мы вот вчитываемся в это слово. Это замечательно. Замечательно. Спасибо, коллеги. Я вижу ваши ответы. Да, вот, прекрасно. Так, так, хорошо. Прекрасно. Вижу ваши ответы. Так вот, никогда не наказывать за проступки чтением. Это грубая ошибка воспитания и лучший способ высвозить отвращение к книге. Это во-первых. Дальше вы правильно пишете, и я с вами согласна, это личный пример. Если ребёнок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, то откуда же у него родится любовь к чтению? Это риторический вопрос. Да, прекрасно. Далее. Читать вместе с ребёнком. Обсуждать прочитанное. К сожалению, сейчас мы становимся интровертами, потому что у нас у каждого есть телефон, у нас у каждого есть доступ в интернет, но это очень отрицательно сказывается на семейных взаимоотношениях. И как воспитатели, вы на родительских собраниях тоже должны говорить, и психологи должны об этом говорить, и педагоги должны говорить с родителями об этом, потому что это разъединяет семью. Когда мы утром проснулись и заглядываем сразу в телефон, они говорим «доброе утро», или вечером мы сидим, кто-то смотрит телевизор, кто-то в интернете, играет в компьютерные игры, а ребёнок сам по себе, и каждый сам по себе, безусловно, объединения нет, нет общения, и поэтому и речь страдает, всё взаимосвязано. Так, нужно начинать с себя, читать детям, обязательно читать. Это должно быть привычкой. Поощрять ребёнка в посещении библиотеки, книжных магазинов, ходить вместе с ним в библиотеку и книжные магазины. То есть должна быть заинтересованность. Да, абсолютно верно. Да. Всё, что вы пишете в чате, я с вами соглашаюсь и вот озвучиваю то, что я здесь вот отмечаю. И ещё, уважаемые коллеги, вот мне хотелось бы обратиться. У нас есть педагогика и есть корифеи педагогики. Ну, например, Василий Александрович Сухомлинский, спасительная педагогика. Хотелось бы обратиться к нему. На первое место он ставил не обучение, а воспитание. Развивать личность, формировать духовные запросы детей, умение и желание учиться, потому что учиться по-настоящему может лишь человек культурный, трудолюбивый и волевый. Действительно это так. Ещё очень интересно, Сухомлинский долгие годы Василий Александрович пытался ответить на два вопроса. Как формируется жестокость и как предупредить её развитие? Ему стало ясно, что жестокость порождается жестокостью, а предупредить её можно только воспитанием и обучением. Действительно это так, и многие ответы можем с вами найти в художественной литературе. И ещё очень важно, вот он говорит о том, что школа, я бы вообще сказала, и дошкольное учреждение, является подлинным очагом культуры лишь тогда, когда в ней царят четыре культа. Это так правильно. Культ родины, культ матери, культ родного слова, культ книги, считал Сухомлинский. Культ — это значит почитание. Так закладывались основы патриотического воспитания, уважения к той, что дала ребёнку жизнь, то есть к матери. И да, всё, что вы здесь пишете, это правильно, но если мы начнём с себя, и как воспитатели, на вас огромная миссия лежит, и как педагоги, на вас огромная миссия лежит, мы должны думать о нашем будущем. Я сейчас перейду к следующему слайду, и здесь хочу заметить, вот идеи Сухомлинского нужно, наверное, перечитывать, обращаться к нашим корифеям, потому что это, как говорят, хорошо забытое старое, но это нужно помнить и применять. То, что у нас есть, надо применять. Например, Китай очень активно использует эти идеи, и есть школы, которые построены на идеях Сухомлинского, то есть в современном XXI веке, например, в Китае. И ещё что я хочу сказать. Вот книги не случайно художественной литературы, это же духовность. Эту мысль нужно доносить, и всё равно детям это прививать. И у нас, я никого не хочу обидеть, никакой регион, поэтому озвучивать не буду, но мне очень приятно. Я вот недавно была на съезде, и мы делились впечатлениями. И, коллеги, есть такие у нас регионы в России, где вот как раз эти культы соблюдаются, и в этих регионах нет детских домов и нет домов престарелых, потому что идёт правильное воспитание детей. Это в России. Есть у нас такие регионы, к этому нужно стремиться. Так, вот здесь я прочту попозже, да, очень много интересного здесь пишете. Да, прекрасно, коллеги, и за моей мыслью следить можно, и у нас сегодня очень активный чат, мне это очень приятно. Так вот, афоризмы и высказывания Сухомлинского некоторые мне хочется привести, потому что они такие глубокие, они такие вот, такой смысл в них, или это нужно понимать, для того, чтобы жить дальше правильно. Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунков, фантазий, творчества. А раз художественная литература это искусство, безусловно, да, он нам многое дает. Годы детства, это прежде всего воспитание сердца. Сказка, это, образно говоря, свежий ветер, раздувающий огонек детской мысли и речи. Сегодня дети, завтра народ. То есть, кого мы с вами воспитываем, да, и как, то мы скоро и получим. И вот здесь мне хотелось бы обратиться немножечко, так скажем, к официальным документам, это у нас ГОС, да. Так вот, в соответствии с ГОС, это школьное образование, задачи содержания, ознакомления детей с художественной литературой определены на основе знания, особенностей восприятия, понимания, произведения литературы и представлены в программе детского сада. И здесь два аспекта мне хотелось бы выделить. Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение и содержание произведений и эмоциональную отзывчивость на него. То есть мы формируем интеллект, мы формируем эмоциональный интеллект. Так. Формировать первоначальные представления об особенностях художественной литературы, о жанрах, прозе, поэзии, об их специфических особенностях, о композиции, о простейших элементах образности в языке. То есть основы, такие пропедевтические, они закладываются именно в дошкольном возрасте, в дошкольном образовательном учреждении. То есть это некий мостик уже к начальной школе, да, поэтому это очень важный момент. С чего начинается литературное воспитание ребёнка, да, если мы уже говорим о воспитании, с чего оно начинается? Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой это воспитание интереса и любви книги, стремление к общению с ней, умение слушать и понимать художественный текст. Определённые, да, вот я вижу ваши комментарии, потом тоже я обобщу, скажу, коллеги, спасибо. Вот это первое знакомство, конечно, оно происходит в семье, дальше в дошкольном образовательном учреждении. Определённые методы и приёмы вы применяете, да, у каждого они свои, в зависимости от класса, в зависимости от группы, да, от возраста детей, вот. И дальше нужно воспитывать вдумчивого, чуткого читателя, а это процесс длительный и сложный, состоящий из ряда этапов. Каждая новая страница в книге, затрагивающая вопросы духовно-нравственного воспитания, прочитанная вашим ребёнком или вашему ребёнку, это доброе земля брошено в его душу. Когда мы читаем, когда мы обсуждаем, когда это волнует, это значит, мы уже заинтересовали, это уже путь к успеху. Из чего складывается умение понимать художественную литературу? Ну, вот такой вот вопрос, да. Мы, наверное, на протяжении всей своей жизни учимся понимать художественную литературу, знакомимся по мере взросления с разными писателями, как отечественными, так и зарубежными, открываем для себя что-то новое, что-то нам сразу даётся, да, а где-то мы несколько раз прочитали, и всё ещё не даётся этот текст, и как-то вот писатель этот не до конца понят. Вот, здесь сейчас вот я эти моменты озвучу, да, и некие параллели проведу с тем, что вот я вижу в чате, уважаемые коллеги. Так вот, из чего же складывается умение понимать художественную литературу? Здесь можно выделить три ключевых аспекта. Во-первых, это умение представить, пообразить словесные картины, нарисованные писателем, увидеть обстановку действия героев, взаимоотношения, представить их внешность, поступки, почувствовать запахи, вкус, иногда услышать звуки. Вот это визуализация, да, это ассоциации. Ну и есть такие писатели и поэты, у которых вот звуки, запахи, они очень ярко выражены. На этом мы учимся. Во-вторых, это познавательная деятельность, в результате которой человек осознаёт воспринятое, проникает в смысл произведения, его идею, то есть перерабатывает информацию, осмысливает информацию. И третий очень важный аспект – это эмоциональный отклик на литературное произведение. Замечательно, спасибо. Читаю в чате ваши комментарии. Так вот, коллеги, здесь тоже очень хорошо. Разные приёмы я вот здесь вижу, вы описываете, всё совершенно правильно. Но когда мы прочитали какое-то художественное произведение, по его мотивам могут быть созданы мультфильмы. Если дети такого маленького возраста, мы можем почитать книгу, посмотреть мультфильм, сопоставить. Вот этот приём сопоставления, он всегда хорош, потому что этот приём помогает и учит, во-первых, анализировать, сравнивать, выявлять общие различные. И он учит в конечном итоге и формирует вот такую собственную оценку прочитанного и увиденного. Если это ребёнок младшего возраста, да, или дошкольник, пожалуйста, книга и мультфильм. Дальше мы растём, да, например, и даже если я родитель, и у меня дети достаточно взрослые, да, мы, например, прочитали какую-то книгу, пусть по программе, и мы можем посмотреть интерпретацию режиссёра, его взгляд на это произведение. И что сейчас интересно, да, вот в современном мире, это тоже плюс. Очень много фильмов. Допустим, вот мы возьмём с вами «Беспреданницу», да, Островского. Я прочитала, потом я могу сходить в театр, посмотреть, как это на сцене сыграно. А «Беспреданница» Островского в интерпретации современных режиссёров, ну, здесь фильмов очень много. Есть фильмы, которые были созданы в 20 веке, по крайней мере, две постановки точно есть, и одна из них такая вот известная, Эльдар Рязанова, все её видели, да. И уже в 21 веке есть фильм 2011 года. Вот посмотреть, как в книге, как у автора, как в театральной постановке, как в фильме сопоставить и своё мнение какое-то, да, выразить, это всегда есть аналитическая работа, это есть размышление над прочитанным, над увиденным. Вот. И это определённое осуждение, это определённый приём, который тоже можно применять. Так же и с детьми в дошкольных заведениях. Книга, мультфильм. Порассуждали, посмотрели, сопоставили. Это всегда интересно. Следующий момент, коллеги. Как ребёнок становится читателем? Дошкольный возраст, конечно же, это период активного становления художественного восприятия. И перед нами, перед взрослыми, да, воспитателями, задачи, да, определённые стоярки, то есть задачи ознакомления детей с книгой. Формировать у детей интерес к книге, приучать внимательно слушать литературные произведения. Но чтобы ребёнок внимательно слушал литературные произведения, их нужно уметь читать, да, выразительно, эмоционально, должна быть подача, должна быть игра голосом, то есть чтобы ребёнку было интересно. Обогащать жизненный опыт детей знаниями и впечатлениями, необходимыми для понимания книг. Но здесь, конечно же, и работа над словом, и обсуждение определённых ситуаций, да, выяснения во время чтения. Учитывать, следующий момент, при отборе книг для детей, тяготение ребёнка к какому-то определённому жанру, да, или к каким-то определённым произведениям. Или это фольклор, или это поэтические произведения, или это проза. То есть мы учитываем возраст, мы учитываем интересы ребёнка, мы учитываем аудиторию. Помогать детям устанавливать простейшие последовательные связи в произведении. Помогать детям выделять наиболее яркие поступки героев и оценивать их. Поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность возникающего ребёнка при восприятии книги. Помогать детям мысленно представить, увидеть события и героев произведения с помощью отбора иллюстраций. Вот здесь вы правильно в чате пишете, да, красочные иллюстрации, работа с иллюстрацией обязательно. Опоры на личный опыт детей. Учить рассматривать иллюстрации, задавать наводящие вопросы. Где-то, может быть, здесь, если мы уже глубоко пойдём, художественное произведение, как вид искусства, да, мы поработали, мы уже можем обратиться к другим видам искусства, и живописи, и музыки, и можем сами что-то нарисовать по мотивам какой-то книги, да, вот такие вот аспекты мы можем, конечно же, затронуть. Каковы критерии отбора книг? Ну, критериев на самом деле много, и вот здесь я вам хотела бы порекомендовать очень интересную статью, она меня вот заинтересовала, я посмотрела, да, абсолютно верно, важно непосредственно открыт ребёнка не потерять, конечно. И в этом задача педагога. Прежде всего, я с вами соглашусь, Наталья, отчества, к сожалению, не вижу. Так вот, коллеги, очень интересная статья, если будет возможность, почитайте, да, автор Назарова «При общении ребёнка-дошкольника к миру художественной литературы». Это научно-электронный журнал «Меридиан». Автор этой работы отмечает, что к основным критериям отбора книг можно отнести следующее. Первое. Критерии, которые дают возможность правильно оценивать достоинства детских книг, ввести в круг чтения дошкольников произведения разных видов, жанров, тематики. И второе. Педагогические критерии позволяют устанавливать соответствие между конкретными литературными произведениями и возрастными возможностями детей и отбирать книги таким образом, чтобы они поднимали и вели ребёнка по ступеням литературного развития. Так, а теперь такой вопрос, коллеги. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с таким вот словом, с таким, как бы я бы сказала, наверное, ну вот видом деятельности, да, как буктрейлер? Буктрейлер. Может быть, сами создавали, встречались ли вот с таким наименованием, или, может быть, сами уже создавали буктрейлеры. Коллеги, знакомы? В чате пишите, пожалуйста. Я жду ответную. Хорошо, встречали ещё. Так, да, кто-то впервые, да? А вот здесь, значит, коллеги, посмотрите, буктрейлер. Это хорошо, да. Вот кто особенно незнаком? Я вам тоже очень рекомендую. Смотрела в Элайберри тоже подборку литературы. И очень интересная, на мой взгляд, статья. Во-первых, посмотрите, это 2022 год, она свежая, да? Авторы Ваньева и Семашова. Буктрейлер как средство воспитания у дошкольников интереса к художественной литературе. Вот, если будет время, посмотрите, как здесь очень интересная статья, написано, как создаётся, как это можно делать и как это можно взять в работу. Вот, и ссылаясь на данную статью, немножечко такие вот моменты, да, процитирую. Буктрейлер – это анонсирование книги для привлечения внимания ребёнка к чтению художественного произведения. То есть ещё один новый подход, как привлечь современного ребёнка, как его увлечь, да? Это, посмотрите, короткий видеоролик по мотивам книги, видеоаннотация книги, ролик-миниатюра, который включает в себя в самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует её содержание. Цель таких роликов – пропаганда чтения, рассказать о книге, создание мотивационной интриги, которая станет толчком для возникновения интереса у ребёнка к сюжету художественного произведения. И вот в этой статье очень подробно описывается, как создавать буктрейлеры, как их применять в своей работе. Но здесь очень важно, чтобы книга была интересной. Вы же примерно уже знаете, с какой аудиторией будете работать, какие вкусы у этой аудитории. И эта книга должна быть новой, чтобы она была ещё не знакома детям. Поэтому рекомендую посмотреть и немножечко так вот проанонсировать. Меня эта статья заинтересовала. Думаю, для себя какие-то новые методики вы откроете. Теперь мы выбираем, да, мы выбираем художественную литературу для прочтения очень много. И здесь очень важно, конечно же, учитывать интересы детей, но и не забывать о том, что литература, она формирует, конечно же, духовные и нравственные ценности. Об этом мы не должны забывать. Ну вот, например, да, очень простое произведение Константина Дмитриевича Ушинского, «Дедушка». Но какое оно глубокое, да? Буквально, ну, несколько строк. Какая глубина? Да, приемственность поколений, отношение в семье, отношение к старшим. Как я уже сказала, в некоторых регионах России даже нет детских домов и нет домов престарелых. Вот там идеи Ушинского, они воплощаются. И это произведение, я думаю, прочитано детям. Или, например, вот интересно это уже произведение, Евгений Пермяк, «Надежный человек». Кто такой надежный человек? Ведь на самом деле каждый из нас хочет иметь такого надежного друга, да, надежного человека рядом. А кто такой надежный человек? Вот об этом почитать и поговорить, поразмышлять с детьми, как хорошо. Или известнейшее произведение Валентина Катаева, «Цветик-семицветик». Мы и эту книгу, конечно же, знаем и обращаемся к ней. И мы знаем мультфильмы. Здесь очень хорошо как раз-таки провести те параллели, о которых мы говорили. Замечательно, прекрасная идея. То есть это вы используете буктрейлеры, привлекаете к их созданию и родителей. Это замечательно. То есть вот я читаю, да, в чате нам пишет Наталья, это замечательная практика современная, и это вы активизируете абсолютно, да, и сами, и родители, вовлекаете в процессы. Конечно, я думаю, что результат у вас есть. Так вот, коллеги, возвращаясь к книге «Цветик-семицветик», я говорю о том, что есть и книга, и мультфильмы. Здесь можно и почитать, и сопоставить, и очень хорошо поговорить о том, как использовала, да, каждый лепесток, эта девочка, героиня. И как бы я это использовала, если бы мне в руки попал «Цветик-семицветик». Ведь все мы накануне новогодних праздников чего-то загадываем, о чём-то мечтаем, и, наверное, нужно иногда задавать вопросы. А желания-то только со мной связаны или ещё с кем-то? Ну вот, а надо ли ещё о ком-то подумать, чтобы наш мир стал лучше, да? Так, так, ну нет, конечно, безусловно, это серьёзный процесс создания буктрейлеров, безусловно, безусловно. Всё должно быть качественным, конечно. Так, и, разумируя то, что я вот проговорила, давайте немножечко ещё, да, я вот аспекты такие не прозвучу. В процессе знакомства дошкольников с художественным произведением воспитатель должен применять различные методы. Ну, во-первых, это выразительное прочтение воспитателем, да? Вот здесь что хорошо? Чтение с продолжением, например, второй половины дня, то есть должна быть привычка, должна быть система. Чтение с продолжением второй половины дня развивает у ребёнка привычку, слушать книгу, формирует устойчивый интерес к художественной литературе. И, как бы, оно привлекательно тем, что день дошкольного учреждения расписан по минутам, и во время чтения следует, конечно же, создавать обстановку близкую к домашней, ничем не напоминающей учебные занятия. То есть вот так вот непосредственно, тепло, мы читаем, мы обсуждаем, мы рассматриваем иллюстрации. Обсуждение прочитанного. Вот обсуждение прочитанного, это очень важно, да? То есть мы задаём целый ряд вопросов, у нас должна быть беседа прочитана. И здесь могут быть вот разные абсолютно вопросы, которые мы задаём после чтения, да? Например, это могут быть вопросы, позволяющие узнать, каково эмоциональное отношение детей к явлениям, событиям, героям, изображённым в литературном произведении. Это могут быть вопросы, направленные на то, чтобы выявить основной замысел произведения, ту проблему, к которой обращается автор, которая его волнует. Это могут быть вопросы, обращающие внимание детей на мотивы и поступки персонажей. Это могут быть вопросы, которые обращают внимание детей на средства выразительности. Вопросы, направленные на восприятие содержания или побуждающие детей к элементарным обобщениям, выводам. То есть вопросы могут быть совершенно разные. Но должна быть обязательно обратная реакция, такое взаимодействие, понимание. Рассматривание иллюстрации. То есть когда книга красочная, яркая, сейчас есть такие интерактивные книги, когда ещё можно что-то ещё дорисовывать, домысливать, дописывать. Это всегда очень хорошо. Хорошо, да. Можно делать вместе книги, прекрасно, конечно. И рассматриваем иллюстрации, да. То есть развиваем таким образом речь, мышление ребёнка, учим обобщать, анализировать. Объяснение неизвестных ребёнку слов. Это обязательно. Потому что в художественных текстах очень много таких интересных, новых слов, которые ребёнок, может быть, ни разу не слышал. По мере взросления, конечно, мы уже обращаем внимание детей к словарям, да, к толковым словарям, к печатным, к электронным. Но мы учим. Вот должна быть привычка, привычка, вот как говорят, такая вот любознательность, стратегическая любознательность. Привычка. Услышал незнакомое слово? Посмотри в словарь. Спроси, что обозначает это слово. Тогда, конечно, лексикон будет расширяться. Тогда будет интерес к слову, да. Будет взаимодействие, безусловно, да. Хорошо, вот вижу, да, хорошо. Далее. И повторное прочтение, да, если оно необходимо. То есть вот такие основные этапы. И еще, коллеги, мне хочется вам задать вопрос. Вот мы говорим, да, чтобы приобщить детей к художественной литературе, чтобы погрузить их в мир слова, нужно начать с себя. Мы являемся воспитателем, мы являемся родителем. У нас блогомиссия, кто-то уже бабушка, да, возможно, то есть у нас разный возраст. Так вот, коллеги, тоже напишите. А вы читаете художественную литературу? А как часто? Пишите, пожалуйста, в чате. Вот задайте себе этот вопрос. А как часто? Мы читать-то очень много с вами читаем, на самом деле, да. По работе что-то читаем, в узкой, там, специальной, допустим, направленности, по логопедическим каким-то аспектам, да, по педагогике что-то читаем. Но ведь важно читать, да, важно читать именно художественную литературу, потому что именно она питает наши мысли, она питает наше сердце. Хорошо, прекрасно. Вот вижу. Так, да, вот мы видим, глаза устают, да. Мы читаем компьютер у нас перед глазами, так. Как часто? Как часто? Вот вы пишите мне, читай ежедневно. Кто-то читает перед сном, прекрасно. Так. На это надо время. Вот. Ну, на самом деле, вот я вижу ваши ответы, глаза устают, да, у кого-то, да. Вот кто-то аудиокниги вижу, слушает. На самом деле, выходы разные есть. Да, во-первых, мы должны, если я в детском саду, например, работаю, то если есть такая практика, я ежедневно читаю детям, да, художественную литературу, вот разных жанров, да, и так далее. Но ведь мы сами должны развиваться для того, чтобы наш мозг не устаревал, для того, чтобы быть интересным, для того, чтобы самому было интересно, потому что там столько открытий. И сейчас тексты абсолютно разные по графике. Даже вот если у меня устали глаза от компьютера, и в основном все мы работаем за компьютером, взять в руки книгу и по листам, и почитать текст. И есть сейчас очень интересно, вот раз читала книгу, как календарь, уже дочитываю, прям так вот не торопясь, и там графика разная, очень интересно все это. Всегда можно для себя подобрать художественную литературу. Да, нужно читать. Слово «нужно» даже уберём, просто читать интересно. И это свойство человека, думающего. Для чего мы читаем? Для чего? Да, вопрос. Потому что интересно. Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы вот соприкоснуться с этим миром слова и почувствовать красоту этого слова, для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, для того, чтобы почитать, а потом пойти в театр, а потом пойти на фильм по этой книге, что-то сопоставить, соотнести. Вот, например, есть такое произведение, у нас же есть литература детская о детях, в центре внимания которых герои-дети, да, о детях. И есть литература для детей. Так вот, если, например, мы возьмём литературу о детях, да, здесь есть счастливое детство, несчастливое детство, вы сразу вспоминаете «Горький детство», «Толстой детство», и у Льва, и у Алексея Николаевича Толстого есть произведение, и Аксаков у него есть произведение. И вот, допустим, если 21 век взять, да, есть такое интересное произведение, Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом». Может быть, кто-то читал. Потому что мы, как педагоги, должны всё-таки читать и о детстве, и о ребёнке, да, потому что детство — это основа всего. Так вот, почитать эту книгу, «Похороните меня за плинтусом», а потом посмотреть прекраснейший фильм, где главные роли такие звёзды, как Светлана Крючкова, да, и сделать свои выводы и сопоставить, это тоже есть очень хорошая работа. Вот. Можете друг другу тоже рекомендовать, что почитать, там сейчас очень много свежих новых авторов. Это не только у нас литература 18-19-20 века, но и есть сейчас актуальные авторы, которым тоже интересно читать. И читать нужно для того, чтобы получать вот это эстетическое удовольствие, которое приводит к развитию эмоционального интеллекта, к гармонии приводит и к повышению нашей духовности, что очень важно, коллеги. Да, да. Вот тут уже вижу, да, Александра пишет нам, читала «Похороните» и смотрела фильм. Ну вот свои впечатления. Например, да, вот я о сопоставлении. Вот еще есть вот такая книга, на самом деле много интересного, Александра Литвинова «История старой квартиры». Вот эта книга интересна тем, что вот, как я уже сказала, сейчас есть интерактивные книги, интерактивные вещи. Для детей они создаются как раскраски, где-то что-то они дописывают, что-то где-то досочиняют, то есть они вместе с автором, с героем книги идут, размышляют, да, погружаются вот этот мир вымышленный. А вот «История старой квартиры» это очень интересная книга в плане вообще создания исторической эпохи, и все очень подано тоже, вот если даже современным детям объяснять, да, как это было, там есть такие замечательные рисунки, да. Классика тоже это хорошо, то есть вот это рекомендую. И еще, тоже буквально вот недавно посмотрела я, с мультфильмами этого режиссера я знакома была, ну вот один из них посмотрел буквально недавно, я тоже поразил мультфильмы, значит, режиссер-мультипликатор Гарри Яковлевич Бардин, ну, например, «Летучий корабль», да, там, если вы хотите, зайдите в Википедию, посмотрите, очень много работы у этого величайшего режиссера и мультипликатора, и вот я вам советую, мы же читаем и мы смотрим такие вещи для того, чтобы самим развиваться, потому что мы должны эмоционально не выгорать, а наполняться, как раз художественная литература нам помогает это делать, потому что мы с вами должны приходить к детям обогащенными внутренне, и мы должны вот этот свет излучать, для того, чтобы это было, нам надо где-то напитываться. Так вот, если будет время, возможность, может быть, кто-то видел, видели вообще вот эти мультфильмы? Напишите, пожалуйста, мне. Мультфильмы «Адажио» очень интересные, и «Болерон-2017», то есть они интересны в плане создания, в плане подачи, вообще вот такой вот режиссерской, да, прекрасно, но и они интересны тем, что там очень глубокие мысли, прекрасно, да, там очень глубокие мысли. И вот тогда, да, я хочу о чём сказать, что если мы перестанем читать художественную литературу, да, наверное, какие-то вот возможности будут закрыты. И вот такие вот мультфильмы, и надо смотреть, и надо рассуждать. «Болерон-2017» рекомендую, посмотрите. Вот, для того, чтобы мыслить, для того, чтобы размышлять, и для того, чтобы в конечном итоге создавать такие вот мощные вещи, да, и понимать их. Ну, это небольшая рекомендация, потому что мы с вами должны всегда, общаясь друг с другом, развиваться, взаимопогащаться. Ну что ж, коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Я думаю, что каждый из нас, как родители, воспитатели, педагог, понимает свою миссию на Земле, и мы понимаем важность сохранения традиций и важность обращения к художественной литературе с детства и до самых наших, так скажем, уже до сидим, до наших сидим. Вопросы задавайте, коллеги, а я, пока вы, может быть, их формулируете, хотела бы вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, новых идей, интересных встреч, в насыщенной педагогической жизни, новых эмоций. И пусть Новый год принесёт вам счастье и удачу. Всем спасибо большое. Всего вам доброго. Да, сейчас презентация откроет. Да, всё, можно будет презентацию, коллеги, можно будет скачать. Конечно, конечно, всё для вас. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok